Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. И вспоминая вот эту простую мудрость, которую изрек преподобный Амвросий Оптинский, мы, дорогие братья и сестры, сердечно приветствуем вас вместе с библейским порталом Экзегет, и сегодня мы как раз вспоминаем преподобного Амвросия, удивительного старца, наставника всенародного, и действительно, вот преподобный Амвросий — это выразитель русского старчества, а старчество — это на самом деле то, к чему все время и тянулся русский православный человек, когда хочется найти такого наставника, который распутает все твои вот жизненные невзгоды, покажет причины твоих скорбей, да, поможет, ну, не только какие-то внешние твои скорби разгрести, показать способы выхода из них, но прежде всего раскроет и тайны духовной жизни лично для тебя, и вот издревле русские люди тяготели таким, как преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, вот, собственно, старчество, как особое благословленное Богом духовное наставничество, оно действительно имело место в разных местах на Руси, но особенно просвело в Оптиной пустыне, то есть Оптиной пустынь — это особый расцвет русского старчества, а в самой Оптиной пустыне именно преподобный Амвросий — это вершина оптинских старцев. Вот не побоимся так сказать, конечно, там изначально преподобный Лев Оптинский в схеме Леонид, его преемник преподобный Макарий Оптинский, и затем Амвросий, это были и другие в Арсенофе, Иосиф, Моисей и прочие, да, да, все они, но вот в особенной своей силе старчество раскрылось именно в лице преподобного Амвросий, который более 30 лет принимал всех, и простых, и сложных людей, там, здоровых и больных, богатых, знатных, безвестных, простых крестьян, и даже Лев Толстой трижды приходил к преподобному Амвросию, будучи наслышан про него, и когда в первый раз пришел, ну, видимо, Лев Толстой еще не был таким вот философски, так сказать, вот, зацикленным на своих очень странных религиозных идеях, псевдорелигиозных идеях, и когда он встречался со старцем Амвросием, то сказал, вот, действительно, это подлинно святой человек, и когда с ним соприкасаешься, то чувствуешь, что здесь присутствует сам Бог, то есть он почувствовал этой простой, доброй мудрости преподобного Амвросия, подлинное присутствие Божьей благодати, это его поразило. Во второй раз он уже, ну, немножко так, вот, увлеченный своими идеями, он подчеркнуто приходит пешком, но приходит, одев крестьянскую одежду, а так как старец Амвросий, ну, он же смотрит не на одежды, а на суть, на душу, то Лев Толстой показывает, вот я, мол, к вам специально в крестьянской одежде пришел, но старец говорит ему, ну, что ж с того-то, что в крестьянской одежде, Господь же смотрит не на одежду, а на сердце человеческое. И вообще преподобный Амвросий, он другим все-таки признавался, говорил, что слишком он горд, вот этот, хотя, конечно, гениальный наш писатель, но немножко вот запутывавшийся в этих тенетах, которые возникли внутри его собственной души. И потом третий раз уже он приходил к нему и пытался вот спорить, уже не мог терпеть преподобного Амвросия. И, к сожалению, вот путь Льва Толстого немножко так вот разошелся с православием, а точнее даже слишком разошелся, а приходил также и Достоевский. И вот о Достоевском как раз преподобный Амвросий по-доброму с миром говорит, что этот вот кающийся. Ну, в правильном смысле, что действительно Достоевский тоже проходил очень сложный путь, и он искренне раскаивался в своих каких-то грехах, и он открыт был всем сердцем уже Господу. И поэтому преподобный Амвросий и говорил о нем с таким добром, что он меняет свою жизнь и открывает сердце навстречу Христу, навстречу Свету Божию. И вот Достоевский, кстати, он же приходил еще, до этого у него умер ребенок маленький, и он был очень грустный, как потом вспоминала Анна Григорьевна Сниткина, супруга Достоевского, что вернулся он из этой поездки к старцу умиротворенным, духовно укрепленным, то есть радость уже на его лице сияла. И потом вот то утешение, которое он получил от старца Амвросия, он пытается это передать в романе «Братья Карамазовы», вкладывая в уста старца Зосимы, как он утешает женщину, потерявшую сыну. Ну и там, в общем, речь какая? Конечно, мы не можем передать интонацию преподобного Амвросия Оптинского, но он сказал, что это ведь ангельская душа, и Господь сразу забирает таких деток в небесное царство, ведь они, говорил старец, практически ничего не пожили, и они как бы говорят Господу, что вот мы едва получили этот дар, как уже восхищенные земной жизнью, и Господь тут же их вселяет в ангельские чины, и такие детки сами становятся равноангелем. Они как ангелы пред лицом Божиим и молятся о тех, кто находится на земле. Поэтому они несравненно счастливее нас, они выше нас, они прямо непосредственно с Господом, имея вот эту чистую, удивительную ангельскую радость. И, конечно, надо вспомнить, что преподобный Амвросий, он был такой удивительный человек, и, в общем-то, во многом шутник, и какие-то изречения он облекал в форму такой вот простых как бы пословиц. Например, он говорил, от чего человек бывает плох, от того, что забывает, что над ним Бог. И сам его жизненный путь, он тоже исполнен определенных таких вот уроков, и не во всем, может быть, мы увидим то, что мы читаем в древних таких житиях, строго аскетичных, которым мы не можем подражать на самом деле. Астарис, он происходил из тамбовских краев, родился в простом селе, в семье Пономаря, он был четвертым ребенком, а всего там что-то около восьми детей, по-моему, было. И вот когда он родился, это 1812 год, да, когда уже Наполеон был изгнан из России, и как раз намечался праздник Александра Невского 23 ноября, и люди собирались праздновать, да, как бы память Александра Невского, вот в знак победы над Наполеоном, и так получилось, что собрались вот родственники в этот день, а дедушка у него был священником, отец Пономарем, и получилось так, что как раз вот на 23 ноября и рождается старец Амвросий, для этого маму его вывели в баню, там он появился, и поэтому назвали его как раз Александром, в честь святого Александра Невского, ну, 23 ноября, это по церковному календарю, по юлианскому стилю, и впоследствии старец вспоминал и говорил, что я вот при людях появился на свет, да, вот так вот всю жизнь и прожил на людях, то есть для меня это было в каком-то смысле естественно. Он отличался очень таким бойким характером, далеко не всегда он слушался родителей, например, вот он сам вспоминает, что когда ему поручали качать потом, убаюкивать младших детей, присматривать тех, кто там в люльках лежал, да, вот еще малышей, то он немножко так вот покачает, потом дождется, когда уже взрослые за ним не приглядывают, и потихонечку выкрадывался через окно и отправлялся гулять, из-за этого ему часто доставалось от своих родителей, то есть не надо думать, что он прям был такой вот тихий, спокойный, уже прям с утра до вечера молился, это был очень живой и резвый ребенок, который любил жизнь, наслаждался жизнью, еще очень любил поговорить. Вот эта особенность прошла через всю его жизнь, и, ну, поначалу родители вот его наказывали, потом он поступает в училище, Тамбовское училище, и там, кстати, он учился очень хорошо, и даже вспоминали его знакомые, что вот мы, говорит, весь день там сидим, учим уроки, с трудом запоминаем, а он там побегает на улице, поиграет, потом придет немножко, вот почитает, и утром на уроках рассказывает, как по написанному, то есть у него голова его сходу схватывала, да, то есть он запоминал то, что прочитывал, и отвечал это, вот так он отучился, и потом поступил он в семинарию, какое-то время даже думал о военной карьере, но все-таки вот семинария, это было по сословию его, так сословие было духовным. И вот получается так, что на последнем курсе семинария он вдруг тяжело заболел, болезни много было разных тяжелых, не умели так лечить, как сейчас, да и сейчас хватает смертельных недугов, ему все хуже и хуже, и вот все уже начинают понимать, что скоро вот этот студент Александр Гренков умрет, поэтому пригласили даже священника напустовать его в жизнь вечную, а священник все не едет и не едет, и в этой тяжелой ситуации Александр Гренков дает обет Богу, что если он выздоровеет, то примет монашество, а до этого о монашестве он совершенно не думал и считал, что это для него в принципе невозможно. Ну и действительно, потом приезжает священник, исповедь, причащение, соборование, и он выздоравливает. Он выздоравливает, а обет дан, и надо бы обет выполнять, но как-то он чувствует, что не готов к этому, и начинает откладывать. Вот откладывает, семинария заканчивается, после этого он устраивается вначале давать частные уроки, там один помещик для детей своих приглашал его, чтобы он занимался с детьми, и впоследствии Старий вспоминал, как бывал вот этот помещик с женой, и они начинают ссориться, там ругаются друг на друга, и потом по одному подходит к этому вчерашнему, так сказать, студенту, и начинают жаловаться, то есть муж жалуется на жену, потом, значит, жена на мужа, вроде как бы ищут и у него тоже моральной поддержки, чтобы он принял одну из сторон. А он говорит, я же понимаю, что если я сейчас приму чью-то сторону, они же потом все равно помирятся, и мне в итоге достанется. И вот он, ну, только вот как бы кивал, там старался как-то поддержать, но не осуждал другого, да, то есть он понимал, что выходить надо только через миролюбие, через принятие другого человека, и потом действительно они примерялись, все было хорошо, а потом он поступил, а точнее его приняли в Липецкое духовное училище преподавать, тоже учащимся, школьникам, причем преподавал он греческий язык, то есть был он человеком образованным на самом деле, и вот, значит, отучился год, и потом друг его, Павел Покровский, пригласил его вместе с собой в деревню к отцу, отец тоже был священником, и, значит, что, Павел говорит, что вот тут недалеко есть в Троекурове старец Иларион, это действительно знаменитый старец Иларион Троекуровский, который отличался духовной прозорливостью, тоже высоким образом жизни духовной, ну и поехали они вдвоем, а вот Александра Гренкова, будущего старца, его мучает все-таки, что он же дал обед, а откладывает, и даже вроде как бы и не собирается, и вот когда удалось им попасть к старцу Илариону, то тот ему прямо говорит, что вот тебе все-таки надо идти в Оптину пустынь, там ты вот найдешь спасение, и друг его тоже говорит, можно мне сидеть, тоже как бы он думал о монастыре, но говорит, можно мне сейчас не идти еще в монастырь, ну пока поживи, поживи пока в миру, и после этого они еще съездили в Лавру, и вот приезжает, это было лето после первого курса, который они преподавали, начинается второй год в училище Липецком, и опять он вот шутит, он очень любил шутить, он постоянно собирал вокруг себя компанию, вот будущий старец Александр Гренков, все смеялись, хохотали, вот тоже один вечер пригласили, значит, куда-то там в гости, вот он смеялся, там веселился, шутил, душа компании, а потом вечером почувствовал такую тревогу, что понял, что вот надо отсюда все-таки как-то вот уходить, да, вот тут еще вспомним, что в течение года он уже иногда становился на такую усиленную молитву, и товарищи над ним посмеивались, и даже был один такой пересмешник, который говорил, что у нас случилось, ой, что случилось, Александр Михайлович Гренков с ума сошел, совсем с ума сошел, молится по вечерам, вот, как сказать, безумолко молится, и тогда он уже старался уходить на чердак, чтобы его не видели, то есть он уже становился немножко чужим для этого мира, как-то он вышел в лес и подошел к ручью, и ему как будто вот послышалось, но это сердце-то звалось, как будто ручей говорит, хвалите Бога, храните Бога, то есть прославляйте Бога и храните Господа в своем сердце, и вся природа, получается, она воспевает Бога, а его собственная жизнь, вот как шутник он, да, балагур, она немножко идет в такой диссонанс, и вот после того вечера, когда он слишком много тоже шутил, то почувствовал тревогу, и он своему другу говорит, вот этому Павлу Покровскому, ты знаешь, я уеду все-таки отсюда тайно, и действительно произошел очень странный такой случай, который наделал много шума, и про который потом уже, может быть, не особо-то все вспоминают, в Липецком училище неожиданно пропал преподаватель Александр Михайлович Гренков, то есть, то был-был, и вдруг раз, его нет, и куда кидаться, туда-сюда, а он исчез, ну, разве только он другу своему сказал, но тот какое-то время ничего не говорил, и Александр направился прямой дорогой в Оптину пустынь, и приехал, был там принят, а в те времена, вот надо сказать, что это ведь жестко могло пресекаться, и все было очень четко регламентировано, и нужно было и спрашивать благословение архиерея, брать документ из консистории специальной, но он поехал просто вот с аттестатом выпускника семинария, паспорт ему никто не выписал, и впоследствии за этого поступка архиерея распорядилась, чтобы тамбовское семинарие уже не выдавало на руки аттестаты выпускникам, вот после этого случая преподобного старца Амбросия, но вот он не имел на тот момент как бы такого рассуждения, вот как по-другому поступить, вот сердце просило, и он всей душой отправился, разорвав полностью с миром. Приезжает, приходит, игумен Моисей его встречает, направляет его к старцу льву, приходит, а старец лев смотрит, старец лев тоже в окружении учеников, сидит, шутит с ними, разговаривает просто, а ведь Александр Гренков, он сам шутил, любил балагурить, а тут видит, что и старец шутит, и вроде бы нет никакой такой духовной мудрости, и это ему не понравилось, потом он приходит опять к настоятелю, игумен Моисей, преподобный Моисей Оптинский спрашивает, ну что, понравилось тебе у старца льва, он говорит, да там вот много народа, а то, что ему поначалу не понравилось, он этого не сказал, но его все-таки определили, его поселили в гостиницу, и к его великому счастью, которое он еще не мог оценить на тот момент, его как раз делают келейником старца льва и чтецом, в каком смысле чтецом, старец лев не мог уже по вот состоянию своих сил посещать храм, тяжело было ходить, и ему кто-то должен был вычитывать молитвенные правила и некоторые службы даже прямо в келе, и вот таковым сделали как раз вот это вот послушника Александра Гренкова, и за счет этого он как раз и стал воспринимать как бы дух старчества изнутри, и старец лев неоднократно его вот смирял очень так вот жестко и по-простому, ну допустим, там вот как-то приехали разные люди, там из Сербии какая-то монахиня, а он с нее снял ее вот женскую шляпу и одел на Александра, то есть и он стоит как бы в женской такой же шляпе, то он его называл при всех химерой, это пустоцвет на огурцах так называлось, ну и по-всякому, но когда он уходил, то старец лев предсказывал, будет он великим человеком, и просто преподобный лев оптинский, он был настолько вот прост в обращении, что понимал, что надо вот сбивать всякое там вот высокомерие, всякое мнение о себе у людей, и через это вот как бы пробивать плод духовный, чтобы человек, ну где-то даже в нем проявится может быть вспыльчивость, негодование, и он увидит какие-то немощи в себе, начнет работать над собой, и вот Амбросий, будущий Амбросий, он как раз напитывался этим духом, а тут наконец в училище, откуда он сбежал, узнали про его поступок, давая допытываться, прислали документ, что так и так вот у вас находится такой-то, да, у нас, ну и что, и тогда Александр Гренков пишет письмо, в котором пытается как бы обойти острые углы, что якобы он собрался ехать в Лавру, а по пути заехал в Оптину пустыню, там разболелся сильно, и чтобы вот не умереть неприготовленным, подумал о принятии монашества, и вот просит разрешения, чтобы дали ему как бы такой полугодовой отпуск с училищем, чтобы он мог испытать себя, подходит ли он к монашеству, и конечно, Александр, он пытался в каком-то смысле вот как-то найти просто пути, чтобы сгладить эту ситуацию, но мы видим, что далеко не все оно вписывается в какие-то вот формально такие административные вот эти вот указы, нормы, потому что жизнь, она выше каких-то вот таких административных условностей, и даже святые люди, они проходили вот эти вот ну такие вот непростые вещи, и душа его жаждала быть с Богом, а официальщина не всегда этому способствовала, и вот он пытается таким образом решить свою ситуацию, архиерей был крайне недоволен, написал, раз вот, мол, он уехал, то пусть вот там и остается уже, и игумен Моисеев призывает и говорит, ну все, решай, вот остаешься ты с нами, или ты уезжаешь, он-то думал еще как бы испытать себя какое-то время, а тут пришлось решать, и он уже утвердительно говорит, да, я остаюсь, и вот так он навсегда остался в Оптиной пустыне, хотя путь к этому был такой несоответствующий, может быть, административным предписанием, а промысл Божий превышает все наши административные какие-то официальные меры, невозможно промысл Божий втиснуть в какие-то рамки внешние, и вот он действительно остается, он окормляется у старца льва, он затем проходит труды на поварне и много других, он овладевает даже некоторыми другими специальностями, например, он делал чертежи кельи, как устроить ту или иную келью, и его чертежи более всего как раз подходили, и потом, когда уже старец лев, он совсем искудел в своем здоровье, он призывает, старец лев призывает преподобного Макария Оптинского и говорит, вот ты видишь, как Александр, он очень тянется к нам, он пытается понять наше старчество, поэтому я передаю к тебе его, старайся его духовно устроить, и Александр становится учеником Макария Оптинского, ну и дальше уже то, что собственно и должно было быть, то есть его постригают в монашество, вначале в рисофор, потом в монашество, облачают в мантию, он становится Амвросием, постригая в честь святителя Амвросием Медиаландского, потом его иродиаконы, потом в иеромонахи, и вот когда он ехал рукополагаться в Калугу, то простудился так, что вот эта вот болезнь, она осталась у него, в нем уже навсегда, до самого конца его дней. Казалось бы, Господь должен, наоборот, наделить такого человека отменным здоровьем, чтобы он послужил людям в добром здравии, а тут получается, что вот он едет рукополагаться в священный сан и настолько становится больным, что после хератонии едва служит и зачастую даже не может выйти на служение, а на самом деле Господь именно через это и устраивал в нем подлинного своего служителя, потому что вот эти болезни отсекали всевозможные там греховные немощи, поступающие искушения, и вот так в нем и воспитывался подлинный дух Христова служителя, Христова воина, именно будучи прикованным к своей келье, к кадру в своей келье, он и принимает тысячи других людей, которым подает духовный совет. И сам он говорил, что нам, монахам, надо не лечиться, а вот немножко подлечиваться, чтобы в этих скорбях не забывать про Бога. Еще он говорил так, что вот человек должен как крутящееся колесо, которое только одной своей точкой едва касается земли, а всем остальным это колесо стремляется вверх. А мы, получается, что вот лежим на земле, да, и поэтому движения никакого у нас нет, ни вперед, ни вверх. Когда ему было 36 лет, то вновь его охватила какая-то вот смертельная болезнь, и его постригли в схему, уже считая, что он совершенно не способен к жизни, но опять Господь возвращает ему здоровье, он начинает выходить, и после этого он прожил, кстати, еще 42 года, и вот это и было то время, когда он особенно приносит духовную пользу людям, и после преподобного Макария Оптинского именно Амвросий становится основным старцем Оптиной пустыни, к нему едут со всей России, и особенность его какая? Он принимает вообще всех, он входит в рассмотрение нужды каждого человека, вот, допустим, приходит к нему женщина, которую барыня взяла, чтобы та вот ухаживала за индюшками, а индюшки умирают там одна за другой, и вот она в скорби, плачет, говорит, вот батюшка, индюшки у меня умирают, и некоторые смеялись над ней, ну, что вот она с такими вопросами пришла, а старец нет, он внимательно выслушал ее, он стал ее расспрашивать, как она кормит этих индюшек, и он дает ей советы, вот как лучше заботиться об этих домашних птицах, и потом действительно индюшки перестали умирать, а присутствующим, которые смеялись, он сказал, что ведь у нее вся жизнь ее в этих индюшках, как же мы можем над ней смеяться, поэтому не нужно вот отвергать человека даже вот в таких вроде бы вторичных вопросах, и из-за этого его люди как раз любили, что он вникал в проблему каждого человека, и вспоминает духовный писатель Евгений Поселянин, который, будучи еще молодым человеком, сам приехал тоже к старцу Амбрусию, и поначалу вот как бы недоверчиво относился, думал, ну, как это так, может быть, это лицемер какой-то, и вот он ходил за старцем и увидел, как подходит к нему рабочий, и говорит, вот батюшка, я рабочий, оттуда-то хочу ехать на заработки в Одессу, и вдруг старец ему говорит, нет, в Одессу не езжай, а лучше вот поезжай там в Воронеж или там в Киев, тот говорит, что, ну, как же, там ведь очень заработки хорошие, знакомые, они ждут меня, он говорит, нет, нет, не езжай туда, потом старец его отводит в стороны, что-то ему объясняет, и рабочий уходит, приняв этот совет, и часто именно вот он как бы ему открывалось, то есть в нем открылся дар прозорливости от Господа по его великой вот любви к людям, и он знал, кому что подсказать, и сам Евгений Поселянин становится тоже его духовным учеником, и говорит, что вот в присутствии старца ты сам как будто в благодати Божией, его удивительная доброта и любовь к людям, они поражали, и что смысл старчества как раз в том, чтобы возвращать людям подлинную духовную радость, давать им силы к жизни, и подавать вот совет, вот казалось бы, в самых неразрешимых ситуациях, и, наверное, феномен старчества преподобного Амвросия, он как раз в чем заключался, и это подмечали вот те, кто к нему приходил, он полностью забывал про себя, вот приходит человек, и старец, он как бы растворяется всецело в жизни этого человека, настолько проникается скорбями и нуждой пришедшего человека, что о себе уже совершенно забыл, всецело, вот он с этим человеком и с Богом, и этого человека он как бы к Господу направляет, и Господь через старца открывает, что и как нужно делать этому человеку, поэтому на протяжении вот более 30 лет он принимает и к нему идут буквально потоками, то есть вот сам он встает, просыпается в 4-5 утра, потом ему вычитывают, тоже помогают вычитывать молитвенные правила, и он не любил, когда кто-то видит, как он молится, поэтому чтец находился в соседней комнатке, вычитывал, а старец при этом сидя на своей кроватке, он молился, ну он все время болел как той или иной болезнью, как говорили знавшие его люди, но при этом он всегда был весел, радостен, и вот после молитвенного правила оно длилось часа 2, после этого он еще часа полтора молился сам наедине, с 9 утра начинал принимать людей, вплоть до обеда, обед в 2 часа, затем часа полтора он тоже находился один, потом ему вычитывали вечернюю, вечернюю службу, и после этого до 11 вечера он продолжал опять принимать людей, в 11 вечера прочитали ему вечерние правила в ночь уже получается, и вот на сон оставалось всего лишь несколько часов, вот так этот человек, преподобный Амвросий, оптинский, он всецело отказавшись от себя, он был с Богом и был с людьми, и мы знаем, что он основал, также его благословением основана была женская обитель, Шамардино, а почему основана, это в принципе вполне понятно, что к нему приходило очень много лис, в том числе женского пола, и некоторые из них после встречи со старцем, а может быть и до этого, у них уже созревало желание и появлялось желание посвятить себя тоже всецело Богу, и нужно было какой-то вот монастырь, а они хотели окормляться у старца, а как там, в общем, если они уже как бы ученицы его, да, а в мужской пустыне они не могут поселиться, поэтому и возникла мысль такая о создании вот отдельной обители, и для этого он избирает свою ученицу Софию Болотову, она прославлена как местночтимая, общецерковного почитания нет, к сожалению, ну, иногда придираются, и что говорят, то, что она была дважды в браке, и вроде как бы это такое вот тоже формальное препятствие, но на самом деле ситуация, она совершенно другая, дело в том, что она в браке прожила, вот в первом браке всего лишь полтора года после венчания, как-то и муж ее умер через полтора года, причем на третий день после отпевания мужа у нее рождается вот дочь Надежда от почившего супруга, и она воспитывает дочь, да, она не стремится ни к никакому второму замужеству, она первому мужу хранила верность, она воспитывала также детей-сирот, из бедных семей брала, то есть отличалась удивительным милосердием, и стремилась всецело к монашеству, и вот была ученица-старца, и старец Амросии, мы не знаем вот всех путей промысла Божия, он ее благословил вступить второй раз в брак с пожилым помещиком, который то ли в Козельске, то ли там в Калуге жил, и в общем вот она исполняет это благословение старца, поэтому получается второй брак, но все прекрасно понимали, что она настроена на монашество, и вот этот пожилой ее супруг, он, понимая, что она действительно будет создавать обитель в Шамардино, он пишет завещание, чтобы его там в этой обители и похоронили, и когда он умирает, то она основывает вот этот монастырь в Шамардино, поначалу просто община, потом уже женский монастырь, и четыре года до своей собственной кончины она является там игуменей, и преподобная Амруссия прямо говорила о ней, что она святая, то есть у святого духовника и чада оказываются святыми, и что вот еще поражает, то что при всей вот своей занятости, что постоянно идут люди, а его самого одолевают какие-то недуги, он еще и писал письма, отвечал на вопросы тех, кто ему в письменном виде обращался, и эти письма очень интересны, очень рекомендую их читать, они тоже вселяют в такую духовную отраду, искреннюю веру, в Бога усиливают, укрепляют нашу веру, и, конечно, он иногда он так вот любил пошутить, но если до монашества это была такая вот веселость, больше может быть мирская, то теперь она преобразилась в духовную радость и в способность вселять радость в других людей, и он, например, говорил так, вот ссылаясь на святого Иоанна Златоуста, что есть три способа спастись, вот самый первый способ это не грешить, вот хочешь спастись, ты вообще тогда не греши, но разве мы можем не грешить, у нас не получается, тогда вступает в силу второй способ, если согрешил, то покайся, то есть согрешил, покайся, покаяние означает исправление жизни, ну а если мы грешим и каемся, согрешили, опять каемся, опять потом грешим, то тут третий способ, это Господь уже через скорби нас спасает, и преподобный Амбрусий он говорил так, что если человек вот идет прямой дорогой, то для него как бы и нет креста, потому что идет прямой дорогой, но как только он наклоняется вправо или влево, то тут же начинаются вот эти вот неприятности, какие-то нехорошие для нас события, в общем, жизненные невзгоды, скорби, и они как бы нас подталкивают обратно, вот эти толчки, чтобы вернуть нас на правильный прямой путь вперед, и то есть в этом смысл всех подходящих к нам скорбей, ну а насчет того, что грешим и каемся, то он рассказывал такую притчу, что вот жил один человек, который грешил и каялся, грешил и каялся, грешил, каялся, вот покаялся и умер, и Господь хочет его принять к себе, а дьявол является, говорит, нет, он мой, но ведь он же он покаялся, он постоянно грешил, и Господь говорит ему, но ведь ты же, когда он после покаяния грешил, ты же принимал его к себе опять, разве тем более я не приму его, когда он после своего согрешения покаялся, и уже после этого только перешел в мир иной, ведь ты же зло, а я благ, и преподобный Амбросий он еще говорил так, что праведных ведет Царство Небесное апостол Петр, а грешных сама Царица Небесная, то есть у Бога милости много, так он еще говорил, и поэтому хоть мы и притыкаемся постоянно, но через покаяние все равно Господь подает какие-то незримые дары, и ты как-то смиряет нашу душу, через это человек как раз и может спастись. Вот так и нужно жить, принимая скорби как заслуженное, это то, что Господь подает нам для исправления. Старец еще приводил такую притчу тоже про жука, что когда солнце и не дождя ничего, то вот этот жук с утра начинает летать и рассуждает, что все поляны мои, все луга мои, а когда настает вечер или там дождь начинает идти, то он садится на какой-нибудь листик и только свистит «не скинь меня, не скинь с меня». То есть вот это вот как раз смиряет душу человеческую, а когда нет скорби, то кажется, что все мое, все мое. Вот так вот Господь не зря посылает нам какие-то жизненные скорби. И сам преподобный Амфросий, он и был живым примером этого. И вот что всегда поражает? Он вроде бы весь больной, он лежит на вот этом адре своем, он с трудом подымается, но в нем больше радости, нежели в тех, которые приходят к нему. Они здоровые, идут к нему больному, потому что чувствуют себя внутренне хуже, чем он. А в чем причина? В том, что он вместе с Господом. И хотя внешнее естество нашего тлеет, как говорит апостол, то внутренний наш дух со дня на день обновляется. И вот устраивая шамардинскую обитель, отец Амфросий в свой последний год жизни находился там, и получилось так, что вот болезни, недуги не позволяли ему выехать оттуда. И вот опять-таки тут мы встречаем вот это столкновение с внешне административными какими-то предписаниями, потому что епархиальное руководство было недовольно, что вот он старец, но ему-то уже 78 лет вообще было, а он находится в женской обители, и были предписания консисторские, чтобы он выехал, а уже там лето прошло, началась осень, и архиерей настолько был недоволен, что решил уже сам лично поехать, чтобы высказать свое недовольство, а отец Амфросий предсказал, что слава богу, вот он успеет к самому отпеванию. И так и получилось, что когда полпути проехал архиерей, вдруг получает телеграмму, где сказано, что старец иеросхемонах Амфросий Гренков, он почил о господи, и архиерей в недоумении как-то так, и говорит, ну да, вот обычно архиереи священников не отпевают, но этот все-таки иерей был особенный, это особенный старец, видимо, Господь так устроил, чтобы его отпевал сам архиерей, вот так вот он приезжает, чтобы напутствовать уже, проводить тело почившего, да, и тысячи, конечно, людей приходили, ну, сейчас, в настоящее время, мы знаем, что мощи преподобного Амфросия, они пребывают в Оптиной пустыне, вот, один мой знакомый, он еще, ну, до полного, может быть, выцерковления своего, он страдал от страсти курения, он уже понимал, что это вот надо бросать, как-то не получалось, вот своими силами никак не получалось у него бросить, и он поехал в Оптину пустынь, подошел, приложился к мощам преподобного Амфросия, вот, когда он приложился к мощам преподобного Амфросия, то после этого он не выкаривал уже ни одной сигареты, то есть, мощи святого старца, они чудотворны, они как вот храм Духа Святаго, и от них благодать Божия, она тоже исцеляет недуги вот из страсти греховной тех, кто с верой и со смирением приходит и молится к нему. Вот, братья и сестры, будем помнить вот этот добрый, радостный дух старца Амфросия, читать его письма, перечитывать его житие и стараться руководствоваться его наставлениями, чтобы нам самим в нашей жизни иметь именно радостный, а не унылый дух, да, и вместо вот какой-то печали иметь духовное трезвение, чтобы всецело стремиться ко Господу. По молитвам преподобного Амфросия, старца Опчинского, Господь да помилует и укрепит и сохранит всех нас, дорогие братья и сестры. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok,